Привет! Куркума – мой опыт использования фитотерапии. Какие особенности есть при использовании куркумы в лечебных целях именно с врачебной позиции? Особенно следующее. У куркумы есть локальное действие на слизистую желудочно-кишечного тракта и системное действие. В академических руководствах по фитотерапии это действие еще называется, умным словом, резорктивное действие. Вот эта особенность зависит, в свою очередь, от форм применения куркумы. Итак, существует три формы применения куркумы. Первая – это для кулинарных целей. Просто молотый порошок. Его задача просто дать хороший приятный цвет, он дает хороший аромат, но таковой лечебной выреженной активности куркума в виде специи не имеет. Такое применение может быть полезно для профилактики заболеваний. Это связано с тем, что в кулинарной дозировке слишком малы для оказания выреженного лечебного действия. Важно помнить еще главную особенность порошка куркумы – это должен быть свеже смолотый порошок. Тогда в нем еще сохраняются полезные свойства. Если порошок долго лежит, то действующие вещества куркумы окисляются и целебные свойства падают. Вот почему в лечебных целях используют чаще жидкие формы куркумы, настойки, масляные экстракты, глицераты, а также на водной основе. Внимательно следите за отсутствием тяжелых металлов, пестицидов и гербицидов в специях. Это известный факт, что производители в Индии часто за этим не следят, и вместо пользы можно получить хроническое отравление тяжелыми металлами и пестицидами. Второй вид куркумина – куркумы – это для лечения заболеваний именно желудочно-кишечного тракта. Этот вид куркумы в этой форме порошковой или в жидком виде должен обладать низкой биодоступностью для того, чтобы максимум своего действия оказывать на слизистую желудочно-кишечного тракта. Для этого не нужна его хорошая всасываемость, для этого не нужны его комбинации с пеперином и с жирами, которые, как правило, нужны для повышения биодоступности, но совершенно других задач. Третий вид куркумина – для системного эффекта. Вот это, пожалуй, самая важная форма. Как раз о нем и пишут его пользы для суставов, для снижения системной воспалительной реакции. Он должен быть максимально биодоступным. Обычно это специализированные экстракты с доказанным системным действием. Продолжение следует...